Бывший зампред Минского райисполкома приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд установил, что экс-чиновник проводил земельные аферы. Кроме того, еще в 2007 году он в обход закона приобрел трехкомнатную служебную квартиру. Апартаменты размещались в элитном районе Минска. По сути, такие смелые шаги должны были обеспечить подсудимому безбедную старость. Увы, если от себя уйти, некоторые еще могут, то вот от правосудия, видимо, это сделать сложнее. Все, что было нажито непосильным и незаконным трудом, возвратят в доход государства. Владимир Королев продолжит. В поле зрения правоохранителей чиновник попал еще в начале 2013 года. По оперативной информации, зампред злоупотреблял служебными полномочиями в интересах других лиц, близких знакомых. В результате его особых распоряжений два земельных участка получили двое подчиненных, которые действительно нуждались в улучшении жилищных условий. Однако, как только на земле стал возводиться фундамент, хозяева земли, согласно документам, продали участки знакомым экс-чиновника за 45 и 20 миллионов рублей. На самом деле, о таких суммах подчиненные даже и не знали. Следствие установило, что все махинации были проделаны в обход этих людей. Пользуясь своим служебным положением, чиновник сам оформлял все документы. Находясь на ответственном государственном посту, мужчина курировал деятельность служб и организаций, входящих в состав ЖКХ Минского района. Поэтому заполучить нужные участки таким образом ему было под силу. Уже после тщательной проверки следователи установили другие интересные факты в биографии мужчины. Оказалось, что подобные махинации в действиях чиновника не единичные. Семь лет назад он в обход закона приобрел служебную квартиру. Тогда Госжилфонд лишился трехкомнатных апартаментов в центре столицы площадью более 100 квадратных метров. В доход государства будут изъяты два земельных участка, которые незаконно были выделены третьим лицам, чиновникам. А также в собственность служебная квартира, которая также была выделена чиновнику. Следователи предъявили злоумышленнику обвинение в превышении власти и злоупотреблении служебных полномочий, совершенными из корыстных целей. Приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью за злоупотребление служебными полномочиями и превышение власти. Приговор суда может быть обжалован в течение 10 дней, пока остается под вопросом, смогут ли восстановить свои права и вновь стать нуждающимися в улучшении жилищных условий подчиненные бывшего чиновника. Ведь согласно действующему законодательству, получить земельный участок по очереди они могут лишь однажды. Владимир Королев, Зона Х, Жодина.